еще раз всем добрый вечер сегодня попытаюсь рассказать немножечко о связи верой верой пили ваип как больше принятой сип телефонии но вы и пинер на как такое рассказывать не буду меня больше будет волновать тип потому что более более нужная более с точки зрения экономии не то что экономить даже удобства как для путешественников так и для людей которые работают очень много с звонками то есть это может быть люди у которых есть родственники за границей друзья какие то даже не за границей может быть это и по территории россии а также кто очень много по работе делает звонков когда приходят большие счета это довольно таки будет накладно потом их читать и веселиться радоваться пить корвалов поэтому наверное уже десятилетия как было на развивается сип один из первых оператор в нас в россии как так и называется сип нет он был тарио когда-то потом стал называться сип нет разделился с тарио но с тех пор прошло много времени и появилась масса оператор как российских так соответственно и зарубежных там развелся давно в том числе на основе бета макса что пожалуй самое интересное по деньгам поэтому сперва поговорим об операторах как таковых потом плавненько перейдем к программам которыми эти операторы пользуются разговоры оператор как таковой не привязан к платформе мак потому что 8 оператор можно им пользоваться что на маке что на любой платформе что на любой мобильный там хоть на себе они каком нибудь говорится хоть на айфоне хоть на чем угодно оператор как так вот представляет саму услугу то есть вот это сип телефония она не является в чистом виде и пи телефонии потому что у нас нам нужен выход на телефон то есть когда мы звоним либо с какого-то устройства, там, не знаю, может быть, это компьютер там, либо это может быть iPhone там или какой-то мобильный телефон там, на какой-то другой телефон, то есть обычный именно телефон, не привязанный к интернету. Надо вам позвонить по работе или по какому-то личному поводу человеку, живущему в другом городе, в другой стране, у которого нету Skype, то есть он не может с вами говорить бесплатно по традиционной IP-телефонии, но при этом у вас есть дикое желание сэкономить. Вот тут и используется вот эта телефония, SIP-телефония. Для того, чтобы у нас иметь выход, нужны так называемые приземляющие станции, то есть те, которые получают интернет-сигнал и переобразуют его в обычный аналоговый GSM или какой-то обычный аналоговый сигнал. В чем, скажем так, важность при выборе оператора? Операторы очень разнообразны. Они предоставляют как разный по качеству, так и разный по цене продукт. Поэтому очень важно определиться прежде всего, куда вам надо звонить. Потому что выбор между оператором даже внутри одной страны, предположим, выбираем по России, я вот сделал небольшую подборку, сейчас я вам его покажу, по России даже у одного и того же оператора может отличаться в зависимости от того, в какой город вы звоните. Я вот сделал небольшую табличку, чтобы просто понять, в чем разница между операторами. Привел традиционный Ростелеком, всем знакомый, и взял тариф, самый традиционный, который у людей без пакетов, которые просто звонят и звонят, стоимость минуты. Сипнет, который я уже упомянул. Нимбус, многие узнают, как обычный мессенджер, но так же он является еще и звонилкой, то есть мы тоже переведем, он является и провайдером услуг тоже. Немецкий оператор VPBX24, не знаю, как правильно его произнести, назовем его так, вот, кстати, очень хороший оператор. Серьезный российский оператор SIPMarket, PCTEL, и вот оператор, который я очень люблю произносить, потому что все время хочется сказать, но нах, но он произносит немножко по-другому. Я привел сравнение. Как мы после мы посмотрим, первое это на стационарный телефонный, вторая колоночка это у нас на мобильный. То есть, соответственно, если мы возьмем график по движению от традиционного Ростелекома, ну, в данном случае, подпишем, точка у нас самая низшая, получается, по стационару, это PCTEL, да, то есть она падает просто, ну, буквально как с обрыва. И это, собственно говоря, взят за основу один и тот же город. Я взял один оригинальный город, я не буду уточнять, какой, я взял региональный город, стоимость на звонок из Москвы в этот региональный город России разных операторов. То есть, соответственно, у нас получается максимальная точка на стационарный телефон, звонок у Сипнета 45 центов, точнее, не 45, а 4,5 центов. Ну и самая дешевая у нас получается вот этот вот, ну, нах, да, ну, нох. Это 0,2,5 центов. То есть, буквально почти даром, с Росстателеком мне даже сравнить не хочется, у которого получается 1,2 центов, да, 0,1. То есть, это просто в разы. Ну, тут надо учитывать, чего, говорю, тот фактор, что звонки в разные города, даже они могут быть одинаковы по расстоянию. То есть, километраж от Москвы до данного города, может быть, и не тот же, но стоимость минут разговора может разна за счет того, как я уже сказал, что нужны, так называемые, приземляющие станции. Это местные провайдеры, с которым заключен договор у данного оператора. Соответственно, ту стоимость, которая у них внутренне оговорена между собой, у вас получается стоимость за одну минуту. То есть, много других факторов. В том числе, тут еще включается, какой кодек вы выберете. То есть, соответственно, у большинства провайдеров есть возможность выбирать кодеки. Вам нужно качество получше или цену пониже. Соответственно, или цену пониже вы тоже выбираете. Соответственно, у многих программ тоже есть возможность настраивать кодеки. Изначально в многих программах можно поставить, что наоборот, я не хочу дорогие кодеки использовать или наоборот, я не хочу низкое качество использовать, то есть, запрограммировать кодеки, которые вам нужны. Таким образом, в выборе провайдера надо именно определиться, для какой цели. Если вам в принципе, ну, надо просто звонить, это, собственно говоря, выбор провайдера скорее заключается в большем удобстве для способов оплаты, потому что это тоже немаловажная роль, насколько легко заплатить. Потому что упомянутый германский провайдер, предположим, в OPS X24, он довольно-таки не дешевый, не дешевый, а наоборот, дешевый, но не простой способ оплаты, у него оплата по большому счету только PayPal, да, WPBX24, только PayPal, и минимальная стоимость оплаты, минимальная сумма к перечислению через PayPal 10 долларов. Ну, это, кстати, традиционный способ, я редко у кого встречал, кто меньше 10 долларов на PayPal берет, потому что это уже проблема PayPal, там есть определенная комиссия, когда мало брать PayPal просто, точнее, мало через PayPal брать не выгодно, у PayPal просто есть некая сумма, которая ниже не бывает, и, соответственно, ты берешь доллар, то ты больше половины отдаешь просто на стоимость услуг PayPal. Вот. Таким образом, как я уже сказал, если мы определяемся именно по качеству связи, то мы, тут я не могу дать совет, потому что очень много специфических представлений, что такое хорошее качество, надо просто брать, у большинства провайдеров на вход дается какая-то небольшая тестовая сумма, порядка одного доллара, этого большинства провайдеров, чтобы можно было просто попробовать качество связи, далеко вы на долг разбежитесь, они не обеднеют, и у вас есть возможность понять, насколько вас устраивает данный провайдер. Вот. И надо просто пробовать, у меня есть свои предпочтения, я не буду их как-то декларировать, потому что это даже по активному общению на эту тему и на специализированных форумах, очень активно много обсуждалось на том же мобайл, ревью в форуме в ветке о вейп-телефонии, очень, у каждого найдется тысяча причин, по которым на этот оператор лучше, а не другой. Поэтому в данном случае так или иначе они все плюс-минус одинаковые, если мы опять же используем правильные кодеки, да, из там, из 700-ой вот этой вот серии, 729-ой, 723-ой, они слабого качества, экономные кодеки. Вот. Но если, как я уже сказал, у нас есть предпочтение конкретной стране или конкретному городу, мы выбираем. Чаще всего, конечно, выгоднее всегда почти звонить в Америку, почти всегда цены низкие на звонок в Америку, чаще всего получается. Вот. У некоторых провайдеров по прописке, будем так говорить, если провайдер, предположим, германский, но предположим, опять же, упомянутый ПБХ, то, так как у него прописка и в Германии, и он прежде всего был в свое время задуман, как связь бывших граждан России, это германский провайдер, но созданный русскоязычными, русскими, я не знаю, как сказать, там российскими бывшими выходцами из России, то, соответственно, у него очень серьезная именно льготная цена по связи Германии с Россией, к примеру. Ну, как я уже сказал, это надо смотреть. Мы сейчас зайдем просто на сайт. Да, еще немаловажный фактор, о котором нужно упомянуть. У очень многих провайдеров есть всевозможные льготные тарифы или льготные периоды или еще какие-то льготные акции, по которым звонить крайне выгодно. Предположим, вот этот вот но-нох оператор, у него звонки в Москву на сегодняшний день в течение 120 дней после того, как вы заплатили на КУСУ, у вас 120 дней дается льготный тариф на звонки на стационарные телефоны бесплатно. То есть, ну, получается довольно-таки выгодно. Если вы звоните, предположим, с компьютера и звоните на какой-то московский телефон, то у вас связь получается в принципе бесплатной. Ну, в течение 120 дней. Дальше, соответственно, вам уже нужно будет оплачивать по ихней тарифной сетке. У СИПНЕТа есть тоже определенные условия, по которым связь становится бесплатной, там она более... Ну, опять же, не скажу, что драконовская она, потому что это тоже логично. Там нужно верифицироваться в системе в премиум аккаунте, то есть, там нужно заполнить свой телефон, в премиум аккаунте при звонке с СИПНЕТа будет определяться, что вы звоните именно с этого номера. То есть, вы берете номер своего мобильного, заполняете его в верифицированном в профиле, верифицируете его, и тогда, когда вы звоните с СИПНЕТа, у вас получит звонок как бы с вашего мобильного телефона, определяется этот номер. В принципе, кому-то это удобно, мне, предположим, удобно, я почти на всех сервисах, где это возможно, верифицируюсь, чтобы потом, если звонок пропущен, человек знал, кому перезвонить, или кто вообще в принципе названивает. У большинства же неверифицированных аккаунтов происходит просто либо какой-то совершенно странный телефон, все что угодно, все что угодно может быть, а добрая половина это, в принципе, анонимусы. Ну, я, предположим, не люблю забрать трубку, когда мне звонит анонимус. Поэтому, соответственно, я почитаю сам верифицироваться. И, как я уже сказал, СИПНЕТа, когда вы верифицируете свой аккаунт, когда вы держите сумму не менее 5 долларов на счету, и там еще есть некоторые маленькие нюансы. У них есть льготные периоды. По Москве она, насколько я знаю, не кончается, потому что там нету даты окончания у них. Сейчас мы даже это посмотрим. По другим городам, по другим городам, там надо смотреть, у них указаны даты. Сейчас, у них здесь есть. Да, бесплатно. Вот, сейчас посмотрим. Доступ. Вот акция. Вот пошел список. Москва, Питер, Астрахань. Нет, Астрахань кончаема. Она, причем, кончилась сегодня. Вот, они как бы идут по и многоточия, то есть бесплатно, в принципе, при определенных условиях. А в других городах вот указаны даты, по которым периодически они плавают, можно выбрать. по которым это выгодное дело, то есть звонки бесплатные. На стационарные, я говорю, в виде телефона, потому что, соответственно, видать им просто с каким-нибудь Ростелекомом или МТТ договориться проще, чем с сотовым императорами. Да, кстати, сразу хочу обратить внимание, что так, если раньше была двойная градация стационарные телефоны по городу и по стране, стационарный телефон мобильный, то сейчас у многих операторов прошло еще деление, что звонок на Билайн от звонка на МТС может отличаться по цене. Это тоже опять же из-за... По-видимому, приземляют они через саму МТС или через Мобилайн. По-видимому, я просто не знаю. Потому что эта цена сразу же поразительно может отличаться. Далее. Какие еще вкусности у операторов могут быть, которые стоит использовать? Это такая полезная вещь, как двойной вызов или обратный вызов, как угодно. То есть, когда вы можете делать звонок на два городских телефона или два мобильных телефона, ну, на два, короче говоря, аналоговых телефона, не разговаривая по компьютеру. Это очень удобно, предположим, если у вас есть пожилой родственник, родственница, мама, предположим, бабушка, у которой есть другая подруга или родственница, предположим, в Германии. И вам надо, чтобы вы не говорили дешево. Вы выполняете роль коммутатора. В одном окошечке вы набираете просто телефон мамы, предположим, в другом телефон ее подруги, генив в Германии или в Америке. Очень удобно. Нажимаете соединить. Да, но если у нас в Москве при этом бесплатно, получается один тариф. То есть, сколько бы не было важно тоже. Я специально сделал вам тут небольшой скриншотик, как это выглядит. Опять же, приведу этого, упомянул этого мной оператора. Он, кстати, мне нравится еще и тем, что у него, в отличие от Сипнет, но и других операторов при двойном вызове, у него происходит счетчик, и тут же вам сразу же, как на таксометре, в такси бежит цена, которая у вас набегает. То есть, сколько у вас там именно накручивается прямо сейчас. Если вы с жадностью понимаете, что мама уже слишком долго говорит, вы можете просто нажать кнопочку «Дисконект», хватит мама болтать, и все, и мама оборудится. Да, очень удобно. В данном случае мы смотрим, что Москва у нас идет free, а данный звонок у нас вот по такой цене. Очень удобный. Вот в данном случае это, пожалуй, самый удобный интерфейс для соединения. Так, в принципе, у всех по-разному реализовано, но суть примерно одна практически у всех. То есть, это два окошка, которые мы заполняем. Заднем, предположим, вот называется оно Callback. Это PCTL-оператор. Мы имеем абонент А, абонент Б, заполняем, говорим «ага» и пошло. Вот. Кстати, о PCTL-е, там, как вы, наверное, видели, таблицу приводил, у него одни из самых низких цен. Они позиционированы, мы зайдем в цены, у них тарифы просто обалденные для России. Заходим в тарифы. Так, тарифы. Все звонки по России рубль. Все, на этом тарифы кончились. Все звонки по России рубль. Все звонки по России. Все это значит все. Во. Это волшебная вещь. Соответственно, у них просто нету таких, каких-то супер-купер-хороших кодеков. Качество терпимое. То есть, если вы будете звонить на этом тарифе, то есть, на этом операторе, вы получите качество примерно звонка, вот как вот, ну, если кто при советской власти звонил, берет советское телефонное аппарат, дискло, и разговаривает. Разговаривать можно, не дискомфортно, но не такой шедевр, как, предположим, если звонить со своего, не знаю, айфона на другой айфон. Вот. То есть, чуть-чуть похуже. Иногда бывает замирание, иногда легкое эхо, но, в частности, звонить можно. У них есть другая беда. Они позиционируют все звонки по российский рубль, но это неправда. На самом деле, где-то, например, с десятой минуты начинается набегать. Если вы потом просто математически сложите количество минут и поделите на полученную сумму, будет чуть больше рубля. Вот. Но дороже рубля 20 не выходит. То есть, примерно вот так вот рассчитываете. Короткие звонки, они все по рублю идут, а дальше они где-то примерно вам набрасывают НДС, будем говорить, в каком-то месте. Вот. Это то, что касается этого оператора. Есть, другой оператор, российский. Это даже не оператор, это биржа. Это биржа. О нем я хочу поговорить более подробно. Чем он интересен? Помимо того, что вы можете делать все то же самое, о чем я говорил, то есть, вы можете звонить в софтовых программ, вы можете звонить с сайта, вы можете программировать звонки, вы можете задать свой номер, вы можете, немаловажная тоже вещь, не все операторы это делают. Сипнет позволяет, этот оператор позволяет, как он, Господи, вылетел, Сипмаркет. Вот. И некоторые другие, но большинство не позволяет такой услуги, как покупка стационарного номера. То есть, вы можете купить номер в Москве, в Питере, где угодно, по России или в другой стране, и человек в данном городе будет вам звонить на городской номер, а попадать на ваш Сип телефон. Это очень удобно для бизнеса, чаще всего, для своей жизни, но может удобность, у вас предположена тоже мама в другом городе, живет там, чтобы она дешево звонила, может, но опять же, это будет все равно дороже. По той же причине, что это не самая дешевая услуга, не самая дешевая услуга, но для бизнеса эта вещь полезная. Есть у вас партнеры в Германии, вам надо, чтобы они вам звонили по какой-то причине. Вы покупаете германский телефон или вам зачем-то надо, находясь в Москве, иметь питерский телефон. У вас там какой-то офис, надо, чтобы звонки попадали в офис в Москве, к примеру. Это очень важно для людей, у которых именно есть такие, так сказать, какие-то подразделения в разных городах. То есть, таким образом, можно купить телефоны в данных городах и, соответственно, звонки из этих городов будут для людей просто как на обычный телефон. То есть, они будут просто набирать обычный местный городской социальный номер, попадая к вам. Это очень удобная услуга и, как я уже сказал, есть она у Сипмаркета, есть она у Сипнета, есть у некоторых других операторов, но из российских, по-моему, больше ни у кого нет. Есть еще немаленькие, тоже для бизнеса, плюс у Сипмаркета, Сипмаркета, это то, что он предоставляет услугу организации пункта переговоров, так сказать, то есть, вы можете стать поддилером, то есть, создав аккаунт, вы просто сами выбираете юридическое, физическое лицо, можете начать продавать услуги Сиптелефонии, то есть, стать маленьким оператором. У них есть отдельная партнерская программа для бухгалтерии всего этого дела, тарификации, звонков. Это не обязательно для бизнеса, для именно, как для продажи на сторону важно, иногда это важно для предприятия. Потому что это большое предприятие, у вас много сотрудников, вам нужно каждого телефонизировать. Подобный сегодня вопрос был как раз на форуме на Диппепловском. Это очень важно, вы можете поставить на компьютер сотрудников просто программу, свести это в общую вот эту дистрибьюторскую программу, и у вас просто каждый сотрудник будет платить сам. Это важность, у вас какая-то может MLM там компания, где каждый за себя там платит, да? То есть не предприятие, а просто он собаку за себя платит. И у нее идет учет. То есть и много-много-много других очень полезных новорожденных функций, поэтому, как я уже сказал, сип-маркет это чуть-чуть больше, чем просто сип-оператор. То есть они называются именно биржи. Вот, они называются именно биржи. И в связи с этим тут еще другой плюс. Когда выбирать их тарифы, вот предположим, давайте мы зайдем в их тарифы. Так, выберем, предположим, Россию. Нам сейчас надо. Раскочил. Россия. Выбираем какой-нибудь город. Ну, не знаю там, Саратовская область. Как видите, у нас предложен список провайдеров в данном городе. То есть мы сами выбираем того провайдера, который будет наш приземлять. Мы можем настроить наш тарифный план таким образом, что по данному городу мы сами решаем, с каким провайдером в этом городе мы решаем. Идет отметка, какой кодек он использует, какие услуги он предоставляет, соответственно, сколько стоит и так далее и тому подобное. Можно кликнуть, посмотреть про оператора и так далее. Вот. Это очень удобно. То есть, если, конечно, вам такая заморочка нужна, то есть, если вы настолько серьезно этим занимаетесь, вам настолько важно качество связи, стоимость связи, вы заходите и просто гибко настраиваете конкретный город на конкретное качество, на конкретную стоимость, на конкретного оператора, вы можете просто даже, понять, какой из них вам подходит, ну, просто по звучанию в ухе, так сказать, и на нем потом остановиться, использовать ровно его. Отличительная черта вот данного оператора, об этом я хотел на нем подробнее остановиться. Так, что еще надо отметить по операторам? Вот, цены мы уже посмотрели. PCTEL, как я уже сказал, это самый простой оператор. Он поддерживает довольно-таки немного функций, но у него есть одна из функций, которая тоже не у всех есть, называется SMS Callback. Это очень удобно, знаете, в каком случае, вы идете по улице, у вас нету под рукой халявского Wi-Fi, или никакого Wi-Fi, или проблем какая-нибудь, может быть, с Эджем, там, или сострижи, вы отправляете, тут надо настроить, отправляете SMS-ку, в которую вы вбиваете номер, скажем, что она соединила, происходит вот то же самое, что вы делали, то соединяя маму, там, или бабушку, происходит ровно здесь, без вас, без вашего участия. У вас происходит входящий звонок, который для вас, естественно, бесплатный. Ну, то есть, как бесплатно? Вот тут идет, но имеется в виду, что вы-то находитесь где-нибудь, там, не знаю, черти где, в роуминге, да, и у вас там предположенно входящий удобно, или просто на улице, а вам надо в Америку позвонить, все равно будет дешевле, чем вы будете просто набирать. Да, то есть, вы используете СИП-звонок без интернета в данном случае. Потом еще отдельно поговорю о программке, которая есть на айфоне подобной. Вот. Ну, в данном случае, мы говорим о такой услуге, как SMS Callback. Вот. И надо смотреть, просто я обозначаю эту услугу, она не только у PCTL есть, она есть у многих операторов. Надо обратить внимание, потому что такая услуга, она может быть полезна для людей, которым могут быть нужны звонки, когда они где-то в дороге. Опять же, это, скорее всего, все-таки больше для бизнесменов, либо у кого, опять же, какие-то престарелые родители, которые могут быть необходимы звонки в любом ситуации, даже если вы на пикнике на шашлыках где-то, а позвонить надо, а там никакого черта вообще интернета в лесу нет. Ну, дай бог, что телефон ловит. Поэтому, соответственно, это вот такая полезная услуга, о которой, наверное, стоит знать. Так, что еще вам не рассказал? Так, ну, опять же, многие операторы используют, для того, чтобы не рыться в огромном списке их нетарифных планов, такие штуки, как симулятор, когда мы просто вводим определенный телефон, нажимаем, ну, поиск, либо симулирует звонок, и оно, не звонок происходит, а происходит просто тарификация, он сразу пишет, сколько звонок будет стоить. Вот, если мы напишем номер телефона, жмем поиск, он просто скажет, сколько минута по данному именно номеру телефона будет стоить. То есть, он сам определяет, в каком регионе находится этот телефон, и вам просто напишет стоимость за минуту. То есть, ради интереса, какой-нибудь московский сейчас наберем. Вот, пожалуйста, он говорит, нам стоимость будет 2 цента, точнее 0,2 цента. И с теми деньгами, которые у меня сейчас есть на счету, я могу проговорить по данному номеру 108 минут. А денег у меня на счету, по-моему, 2 доллара. Сейчас посмотрим. Да, у меня 2 евро. То есть на 2 евро я могу говорить вот это количество минут. То есть, в принципе, вот такая услуга. Так. Ну, наверное, основные рассказал уже все про операторов. Если про операторов есть какие-то еще вопросы, давайте сразу же про операторов скажем. Ну, их очень много. Я взял просто несколько операторов. Говорит, какой хороший, какой плохой. Как я уже говорил, это не будет настолько индивидуально. Потому что придет другой человек, который скажет, что все, что сказал, это неправда. Что на самом деле хороший совершенно другой, объяснит, почему это хороший. Это очень индивидуально. Как я уже сказал, надо обращать внимание, во-первых, на какие кодеки у него в комплекте, так сказать, есть. Есть возможность выбора этих кодеков, чтобы вы сами решали настройку кодеков, что я хочу получше или хочу там, предположим, подешевле. Ну, у Сипнет раньше было очень гибко, предположим. Они сами действительно выбрали именно кодеки. Сейчас у них просто тарифный план. Тариф первый, тариф второй. Ну, так вот загадочно. Узел один, узел два. Ну, там просто в настройках создайте. Там будет видно, какие кодеки по данному тарифному плану используют. И почему один дороже, другой дешевле. То есть, раньше было более гибко. Ну, собственно говоря. А, кстати, вот здесь вот тоже показательно можно посмотреть на Сипмаркете. Обратите внимание, он тоже показывает, когда мы выбираем оператора, он показывает, какие кодеки. И, да, у данного оператора есть. Тут, в основном, акцентировать на вот этом, Сипсот-одиннадцатом. Ну, вот, собственно говоря, наверное, про оператора действительно уже все, если, конечно, нет вопросов по операторам. Удобство оплачивания. Да, удобство оплачивания по операторам. Это, на самом деле, тоже кому как удобно, потому что, конечно, чем разнообразнее, тем лучше. Вот, опять же, перейдем к этому Сипмаркету, да. У него очень разнообразная система оплаты. То есть, соответственно, есть возможность, так, это не то, пополнее счета. Вот. Пожалуйста. Тут вам и... Да, ну, Киви есть, пожалуйста. Карта вот самая распространенная. Там даже он робокасса есть. То есть, какими-нибудь Яндекс.Диками через робокассу или вебмайнием через робокассу можете оплатить. Это же шлюз, да. То есть, вот этот Ликупай, который позволяет, значит, с мобильным телефоном платить. То есть, вебмайни, тоже народ в России очень любит вебмайни. Да. Ну, вот карты, как я сказал. То есть, вот, пожалуйста, широкий спектр. Вот. А, предположим, WPBX24, вот этот германский, который мне нравится по качеству, который мне нравится по услугам, у него в основном преимущественно PayPal. То есть, PayPal очень многим в России не нравится. Я люблю PayPal, многие не любят PayPal, да. То есть, как я сказал, минимальная сумма, тут вы можете хоть доллар заплатить, да, как и на Сипнете, хоть доллар, хоть полдоллара, ваше дело. Кстати, на Сипнете тоже очень богат спектр услуг, спектр этих вот платежных служб, из которых идет там и банковские переводы, все что угодно. Очень, очень, очень разнообразно, там вообще на любой случай жизни. Вот. Но, там зато дарифмные ставки, вы же видели, что он довольно-таки высоко, в таблице находится, у него довольно-таки дорогие цены. То есть, ну, как понимаете, да, то есть, за что-то берет, может, делится тоже, то есть, теми же банками со всеми остальными. И за популярность, за то, что он самый древний в России, самый известный в России, потому что любому человеку скажешь связь, он сразу же Сипнет говорит, то есть, как бы уже на автомате. Потому что его просто знают. Это уже распространенность, кто уже определен, за это тоже надо платить. А как пишут, юридический лиц на плате? Да точно так же. И, в принципе, если мы говорим, конечно же, о припалах, то припал тоже можно сделать для юридического лица, никто же не мешает, то сделать... Юридический лиц на плате на основании чего-то. Все правильно, припал оставляет счет. За что? Как за что-то? Слугу связи, слуги связи. На английском языке, если ваша бухгалтерия поддержит такие счета, в общем дело, потому что многим, конечно, будет не нравиться счет, ведь не придет ни в нашей традиционной системе, да? Это будет припаловский счет, ну, кто хоть раз припал на плате, он знает, приходит счет, там написано, к кому. Расшифровка в нашем понимании не будет, потому что там маленькая другая бухгалтерия, да? То есть, могут быть определенные сложности. Нет, я понимаю, в этом случае, конечно, могут быть сложности. Русский, любой русский оператор, потому что у него возможность банковского перевода здесь практически у всех. Что СИПНЕТ, что вот это СИПНАК, что? А если вы открываете как аккаунт юридического лица, то в счете будет обычный традиционный ваш счет. То есть, именно услуги связи. Если вы пытались сделать, то никто не выставлял счет. А никто это кто? А никто это кто? Ну, давайте скажем так, у меня были подчиненные, которые прорабатывали эти вопросы, то есть, мы приносили список операторов, так как прорабатывали не я, то я сейчас в комбинах смахнула, но в программе. Это очень важно, потому что, как я уже сказал, исходите с мысль на такую позицию. Они, возможно, сходили с позиции подешевле и получше. А у вас была задача, чтобы была попрозрачнее. Тогда операторов должен вот как грязь ввести и зебротелеком, и... Э, нет, вы опять же путаете. Вот это маленечко другое. Да, вот именно, есть СИП, есть в ВИП-телефоне. Это совсем другое. Вот эти все зебры, которые называют, это совсем другое. Мы сегодня не про них говорим. Нет, мы не про них говорим, потому что это корпоративная телефония, там надо было подключаться в телефон. Даже не в этом дело. Просто это, скажем так вот, ну, и раньше были те же самые СИП-неты, которые работали абсолютно прозрачно, потому что это Тарио, это крупный оператор, вот, был Тарио когда-то, который родил СИП-нет, который сейчас просто отдельно СИП-нет уже, вот, и который, в принципе, продавали юридическим лицам именно как юридическим лицам. Точно так же, как вы заключите с Ростелековым договором. Будет приходить счет с портянкой, так и тут. Нет, более операторы работают... Есть два параметра. Есть операторы, которым это просто не нужно, потому что они, в принципе, заточены под физических рисков и больше. Ну, под компьютерщиков я бы даже сказал. Вот. Есть операторы, которые работают именно как операторы, да? То есть, соответственно, вот мы называем СИП-маркет. Он заточен на бизнес вообще. То есть, вы видите, услуги в основном бизнес ваточены. Это одна история, да? СИП-нет. Точно так же, он очень серьезно заточен на бизнес. Он представляет услуги крупнейшим компаниям. Эрхо Москвы работает через СИП-нет. Кремлевская РСН работает через СИП-нет, да? То есть, соответственно, сами понимаете, ну, у них, наверное, проблема с бухгалтерией явно довольно-таки нудная. Потому что Газпромедиа вряд ли нужно считать странные, когда выставляют через PayPal, да? То есть, я почему и говорю, что в данном случае... Я не знаю, я догадываюсь, да? Потому что я знаю, что счет нормальный, получить от них можно. И потому что у них работают крупнейшие наши, скажем так, как тоже видные средства массовой информации через них перегоняют свой сигнал через этих операторов. Но это будет заведомо дороже, чем, предположим, будет через такого странного. Вы тут выбираете, опять же, между тем, скажем так, вам нужна бухгалтерия прозрачная или вам нужна цена пониже? Вот тут уже сами решили. Либо вы каким-то хитрым образом списываете деньги и оплачиваете его просто подешевле, либо вы получаете нормальный счет от операторов, который подороже, но зато все прозрачно. Если каждый год прозрачная работа... Ну, я понимаю, я просто почему. У вас есть выбор, вы его делаете. Выбора нет. Нет, выбор есть. Потому что есть операторы, которые предоставляют те счета, которые вам нужны. Это ваш выбор. Потому что ваш выбор именно в бухгалтерии. Потому что вы таким образом экономите больше. Вот если вы говорите, может, надо быть какого-нибудь оператора, чтобы в следующий раз не было такого же ответа, как он сейчас. Я не помню, да, вот мне сказали. Вот какого-нибудь оператора, который выставляет, а она еще. Сип-гей. Как я уже сказал. Да. Я сип-гей работал, они предоплаты. Оплачиваем некую сумму в старый отчет. А мы дальше зайдем. И потом каждый месяц они... Ту сумму, на которую договорились. Счеты не организовываются. И выставляю счета, как закрывающие документы, на ту сумму, на которую договорились. Все в бухгалтерии проходило. Соответственно, вот мы... Я открыл Сип-нет. Возможность оплаты. Соответственно, выбираем нужный вам способ оплаты. И тут есть, собственно говоря, банки. Оплата через банк уже является оплатой... Ну да. Или там по-другому. Там счета просто не работают по счетам. Ну тоже да. Или предоплата, либо... Пустоплата. Вот. То есть, вон раз заключается. Ну, в Сип-нет это тоже, я говорю, что говорим. Как и Сип-нет, в Сип-маркет это... Они изначально заточены на работу с бизнесом, а не с визлицами как таковыми. То есть, поэтому у них и другие возможности. Если мы говорим о том, что оператор германский... Ну, какой германский оператор может выставить счет? Такой куплен в Германии. Там по-другому к этому относится. Там другая бухгалтерия. Да. И, как я уже сказал, там очень много проблем именно с тем. Бывает, что это прием либо через карту банковскую, либо это PayPal. Да. Нет, это тоже реально, конечно, заморачивание. Но у кого-то сложности. Я просто по себе тоже знаю, что зачастую бывает мне проще отказаться, чем проводить вот эти вот экономичные способы. Так. О программах. Сперва, наверное, поговорим о программах для Мака. Начну вот с этой программы. Это, пожалуй, самая громоздкая программа. Но она и самая многофункциональная. Платная? Платная, да. Стоит 40 долларов. Это, пожалуй, единственная такая дорогая программа, о которой буду говорить, потому что о платах я все равно буду сегодня говорить еще. Но это, пожалуй, самая дорогая программа. Ну, кому-то, может, она нужна. Ну, не только, конечно, из-за этого. Ну, да, с другой стороны, как бы, перевод операции. Ну, у него, опять же, очень много функционалов, которые, возможно, не нужны. Мне вот он не нужен. Я эту программу поставил специально перед рассказом. Я даже не стал ее там ни демо искать. Ничего, там реально есть период, какие-то 15 дней, которые надо. Я ее поставил, сейчас покажу, я ее вынесу после этого. Мне она не нужна. Но кому-то может потребоваться ее возможности. То есть, тут, в принципе, что в этой программе хотел бы обратить внимание. Очень удобная возможность. Предположим, вы имеете несколько операторов, как я уже сказал, вы их выбираете. Очень легко их перебирать. Вот я их переключаю, просто нажатием вверху, прям в углу, как видите, заменея разного оператора. Выбираю того оператора, которому нужно на данный момент. У нее несколько линий. Я тоже, честно говоря, не знаю, зачем это может быть нужно. Потому что звонок по одной линии, поставить его на ожидание, переключиться на другую. Ну, то есть, как в офисных телефонах. Я, честно говоря, не знаю, зачем это может быть нужно. Но это возможность есть. Ну, разве что, как я сказал, для бизнеса может быть. Не более того. Так, что, пожалуй, еще тут из удобства. Ну, вот, банджур, это не нужно. Да, еще я не сказал. У операторов сейчас появилась возможность. Очень многие операторы дают возможность отправки смс. Поэтому, соответственно, из-за этого... Смс именно можно отправлять. Да, и факсы, да. То есть, ну, тоже сипнет, один эксперт начал факсы отправлять. Вот. А отправление смс-ок тоже надо обращать внимание. Потому что импортные операторы, они зачастую не поддержат кириллицу в отправке. Поэтому вы имеете в виду, отправьте кириллицу, ваш абонент получит одни знаки вопроса. А русский оператор тоже сипнет умеет отправлять смс-ки. Он отправляет нормально кириллицу. Да. Вот. Тут можно отправлять смс-ки. Тут есть, собственно говоря, встроенная адресная книга. Она с вашей книгой, собственно говоря, маковской. Довольно красиво в виде ее выводит. Вот. И последние звонки, которые поступили к вам или, собственно говоря, от вас исходили. Вот. Можно просто ради интереса. То, что тут последние звонки, можно так. Не будем особенно мучить. Суть понятна, что уже произошло. Не будем мастербанк мучить. Я просто так вот первый попавший телефон набрал. Все очень просто, как вы понимаете. То есть, можно либо из последних звонков, но они тоже в трубочке, как это в мобильном телефоне бывают. Они либо в трубочке, можете, либо у вас, как я уже сказал, есть история, из которой вы можете выбрать... Ой, я его не отбил. Надо его отбить. Вот. Что ж такое? На каком-то другом канале. Да, я смотрю, что я на каком-то другом канале. Закрыть программу. Да, закрыть программу. Да, ничего, я бы им ответил. Вот, не страшно. Вот, собственно говоря. Да, ничего. Да, я на каком-то канале его сделал и сам потерял на каком канале. То есть, в принципе, многофункциональная программа, которая имеет массу возможностей. При этом, довольно-таки симпатично выглядит. Хотя я лишь сторонник минимализма. То есть, пусть она еще пока немножко повисит, мы, может, к ней еще вернемся. Есть другая программа от российского разработчика, которую я очень люблю, и которая, более того, одна из первых появилась в Mac App Store. Программа, которая называется просто телефон. Вот. Она бесплатная. Вот. Эта программа, собственно говоря, это образец минимализма. Все, что мы имеем, мы имеем просто небольшое окошко, в котором мы набираем телефон и нажимаем Enter, происходит вызов. Она тоже дружит с вашей адресной книгой в Mac, то есть, начиная набирать номер телефона, начинает перебирать. Вы можете либо имя набрать, либо номер телефона какой-то, я уже показывал. Давайте попробуем. А, кстати, еще об операторах два слова. Некоторые операторы поддерживают функцию, которая мне очень нравится. Вот тут у меня вот этот VPBX24 заведен, один из операторов, у меня тоже несколько операторов заведены сюда. Он удобную функцию позволяет, когда вы набираете номер, он проговаривает, сколько у вас денег на счеты, сколько будет стоить данный звонок. Тоже очень полезная функция, на которую стоит обратить внимание. Да, вот я смотрю, что-то он не ищет. Ага, вот он сразу меня нашел. Так, что такое? А, там лишнее. Со скобок нажатся. Да. Нет, просто скобок, и да, там лишний мусор был. Сейчас, произойдите. Есть два евро шестнадцать центов. Цена с банка. Ноль евро шесть центов. В минуты. Ну, то, что сказал. Ты, кстати, германский оператор с нами по-русски разговаривал. Ну, собственно говоря. Номер, по которому вы звоните, занят. Пожалуйста, наберите другой номер или положите трубку и попытайтесь позвонить позже. Для осуществления звонка наберите номер назначения. Вот, собственно говоря. Так, а зачем я ее закрыл? Надо еще о втором операторе сказать. Вот, собственно говоря, все, в этой программе больше ничего и нет. А больше, наверное, ничего и не нужно для звонков. А? Кодеки у него, честно говоря, я не помню. Но, по-моему, поддерживает почти все. А давайте мы зайдем в Mac App Store и посмотрим просто. Нет, кстати, по-моему, у него как раз... Сейчас, давайте посмотрим. Да-да-да, нет-нет-нет-нет-нет. По-моему, как раз у него как раз 711 только и там всякие лавы дальше. А, нашел, да? Вот она. Честно говоря... Нет, я сейчас зайду по-другому. Я сейчас на свою статью зайду и посмотрю просто. Ну, вот нет, вот здесь. А, в настройках? Сейчас глянем. Сейчас глянем. Сейчас глянем. Я как раз в настройки хотел перейти. Но давайте посмотрим на кодеки. Звук, что-то, на графон. Сеть, ни черта тут нет. Так, справка. А справка, кстати, она, по-моему, у него такая очень. За справку его как раз не очень ругают. Нет, мы сейчас посмотрим, и писал ли это я у себя. Сейчас, секундочку. У меня здесь есть... Так. Что ж я так... А, нет, я писал. Пожалуйста, вот оно. Вот они все кодеки. Да, 711-й только. Только 711-й. GSM, ILBC, и все, да. Я помню, что я где-то это указывал. 711-й. Да. Ну, то есть, в принципе, честно скажу, меня устраивает этот 711-й кодек на данной программе. Если канал связан. Ну, да, согласен. Ну, это же программа у нас, прежде всего, компьютерная. Ну, бывает, что ты работаешь на модемах. Ну, да, согласен. Согласен. На модемах, правда, я забыл уже давно когда работал. Не пробовал. Надо попробовать как-нибудь. Есть у нее еще другой нюансик, на котором стоит рассказать. Как я уже сказал, вот она бесплатная, она есть в Mac App Store. Она одна из первых, когда он только запустился, она уже там была. То есть, одна из первых программ. У нее крайне неудобные переключения аккаунтов. То есть, у нее можно тоже сколько угодно натыкать сюда. Но, к сожалению, вот это вот окошечко я писал разработчику. Давно еще писал, когда он не был в Mac App Store. Мы с ним списывались еще летом, по-моему, или весной, или прошлого года. И так ничего не изменилось. Это вот перебор операторов. Потому что вот я вот захочу работать с двумя. Я вот должен войти в настройки, нажать использовать. Мне появятся два дурацких окошка. То есть, в отличие от этой, как я уже показал, мы легко переходим. Вот сравните то, что называется. Вот это очень большой минус данной программы. То есть, соответственно, тут приходится пользоваться каким-то одним оператором, а потом лезть, выбирать его. Нельзя так легко одновременно... Зачем много операторов? А? Зачем много операторов? Как я уже сказал. На одном операторе мне выгодно делать одно, на другом, на другом, на третьем, на третьем. На одном я звоню, предположим, по Москве. На другом я звоню, там, не знаю, в Берлин. На четвертом я звоню, там, не знаю, в Екатеринбург. Вот. Мне это нужно. Мне удобно перебор операторов. У меня даже на айфоне, мы к этому придем, есть программа, в которой тоже я на лету переключаю операторов. По разным причинам. Даже из-за представления услуг. Предположим, на одном есть, который позволяет привязку вот этого верифицированного номера, да? На другом нет. На одном случае это мне без разницы. На другом случае для меня это имеет значение. Я специально перехожу, пускай там даже дороже, чтобы номер определялся. Вот. Еще что-то. Есть операторы, которые, предположим, позволяют звонить по внутренней связи, да? То есть, не все. То есть, не у всех есть присвоенно... Ну, как? Они есть внутри себя. Есть операторы, которые позволяют позвонить. Вот я могу сип-маркета、 позвонить на сип-нет. Сип-маркета я могу позвонить даже на скайп. Да, через слюзы. Это важно. Вот. То есть, для многих, предположим, это тоже вариант позвонить на скайп. По какой-то причине они не используете. она позвонит клиенту, который там есть на скайпе, да? Скайп не используется, да? Со стороны скайпа шлюз не используется. Нет, ну это понятно, потому что есть разные причины, по какой это может быть нужно. Одна из причин, по которой просто человек... Это единичный случай, ему нет смысла этого делать. Кстати, шлюз вот этот скайповский, о котором мы говорили, он как раз сипнетом создан. То есть все операторы используют именно сипнетовский шлюз, как таковой. Не свой, хотя могут использовать там. И сами, может быть, да. Так, ну и, наверное, еще одна программка, которую стоит рассказать на маке. Программка для людей, которых, может быть, не часто бывает, это нужно. Она удобна тем, что можно совместить с обычным мессенджером. Это Nimbus. Как я сказал, она сама и программа, сама и оператор. Точнее, не оператор, а провайдер. То есть его мессенджер нам не нужен, мы сразу же переходим к телефону. Несколько операторов вообще не запомнили, да? Почему? У него есть эта возможность. У меня как раз настроен на сторонний оператор, и об этом и хочу рассказать. Вот. То есть, если здесь... Так. Я, честно говоря, забыл, где это в стационарных, потому что у меня на телефоне... А, вот она. Вот она. То есть, тут либо Nimbus, ну, мне его цены не нравятся, я своего оператора просто настроил. Пожалуйста. Либо любой оператор, либо Nimbus. Охват, собственно говоря. В данном случае. Это же простая программа. Да. В этом случае, конечно, это один. Я ее не использую, честно говоря, как звонилку. Просто есть такая возможность, пусть будет. Ихай будет. И, как я уже сказал, моя задача сегодня, я вот и эту программу тоже, если вероятно, использую. Моя задача рассказать. Просто вот, ну, человеку, ну, иногда нужно звонить. Ему нужны серьезные возможности вот этой дорогой платной программы. Ему, в принципе, не нравится какое-то впечатление телефон. Вот. Он просто использует Nimbus, который вообще, по большому счету, это оболочка для их сервисов, которые находятся на самом сайте. То есть, это не бог весь какой качестве, не бог ее... Ну, это та вещь, которая всегда под рукой и у которой есть возможность позвонить. Все равно. Иногда, случай как случай. Почему нет? Пожалуй, собственно говоря, я думаю, хватит для Mac программ достаточно. Потому что это выбор из трех разнообразных, разных программ. Две бесплатные, одноплатные. Их, на самом деле, значительно много. И X-литлы всякие и так далее. Их просто невероятное количество. Есть программы, которые пришли с Винды, как говорится. Есть программы, которые сразу родились на Mac. Их просто очень много. Это то, что называется брать и пробовать. Да, есть куча, как сказал, помимо операторов, есть куча всевозможных проектов, которые предоставляют как сип, то пиво и к телефонию. Есть тот же самый Skype, который люди могут использовать как для звонков внутри, как говорится, сети, да, просто традиционно как все используют. Так и есть Skype Out и Skype In, то есть для входа и выхода. То есть возможность вам позвонить с городского телефона на Skype. Вы покупаете номер какой-то тоже. Вот, как я уже рассказывал в сип-операторе. Так и более традиционно, чуть чаще используется Skype Out. Это просто вы платите небольшие денежки, ну, чуть более дорогие, чем те операторы, которых я вам говорил. Вот, но зато у вас он тоже всегда под рукой. Он же и мессенджер, он же и все. Вот, и вы им пользуетесь, им отправляете смс, и все, что угодно им делать. То есть Skype, это более традиционно, поэтому тоже очень многие ассоциируют, что вот Skype и ничего другого не знают. Вот, хотя, честно говоря, я Skype для звонков не использую, мне не нравится Skype. Вот, не в этом плане. Для Skype Skype Skype, Skype 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 сколько угодно, а вот Skype на телефон я, предпочитаю, не использую. Вот. Так, это нам, наверное, не потребуется. Единственное, что можно еще... Сейчас, секундочку, покажу. Ну, пусть она будет... Потому что мы пойдем к iPhone-овским программам, она вообще может пригодиться, и пусть пока поболтается. Так, так как рассказать об iPhone-ных программах лучше в формате другого, скажем так, семинара, это не за столом, а лучше сесть кружком и показывать, потому что чуть-чуть затруднительно отсюда, пока Skype. Я сделал скриншоты просто. Сделал скриншоты, поэтому, соответственно, кто захочет вживую, как говорится, полапать эту программу, это можно сделать потом. Вот, подойти просто и конкретно по данной программе спросить, мы ее запустим. Кое-что я запущу и так во время разговора. Пока мы поговорим. Собственно говоря, опять же, начну с Monster. Опять же, с платного он стоит, опять же, довольно-таки недешево для iPhone. Софтфон, так сказать. Софтфон. Да, софтфон, так называются. Так. Да, софтфон. Софтфон, да. То есть, ну, я говорю, опять же, это надо подойти ко мне и посмотреть. Вот она, вот она. Сейчас я посмотрю, здесь крупно где-нибудь написано. Нет, тут на самой нигде не написано. Говорю, ну, вы можете подойти у меня посмотреть. Сейчас, опять же, секундочку, я вам сделаю проще. Мы перейдем опять же сюда. Перейдем на мой сайт просто. Да. На мой сайт. Выберем разделчик. Так, интернет. Так, вот раздел iOS. Так, интернет. Вот она, программа. Софтфон. Здесь, в принципе, есть более подробное описание. О, чуть вам наврал. 7 долларов, не 10. Вот она стоит. О, да, тут. Да, ну, это не только у них возможность записи разговоров. Кстати, опять же, о записи разговоров, если мы говорим, вот этот, опять же, монстрик, именно интересен тем, что здесь вы можете тоже... Здесь это можно писать с звуковой картой. Вопрос. Вопрос. На айфоне все это делает. Это да, да. Здесь, опять же, наверное, в этой программе обращусь к тому, что вот они, эти возможности, по этой клавиши вы либо клавиатуры, либо нажимаете, вот здесь возможность есть, либо вот этот вот значок удаления шумов, то есть там эхо, подавление эхо, да, переключение гарнитуры, ну, и вот запись. Вот тоже. Это да, то есть я тоже расскажу о записи. У меня это запланировано. Так, давайте вернемся. Так, софтфон, да. Вот, начнем. То есть, как я уже сказал, что для меня очень важен выбор операторов, смотря для какой цели. У софтфона есть возможность завести несколько операторов и, собственно говоря, выбирать их по своему усмотрению. Легким переключением, нажимая в левом верхнем углу кнопочку, у вас выпадает вот такой список операторов. Вы просто сами решаете, какой оператор вам в данный момент выгоден, по какой причине. Вот, собственно говоря, так вот выглядит обычная клавиатура. Здесь все обычно. На экране у нас избранная история, набор, либо номер, либо имени. Ну, и она работает с вашей книгой контактов. А, вот, надо обратить внимание, что у нее в настройках можно включить кнопочку GSM. Волшебная вещь, не знаю, зачем она сделана. То есть, вы при выборе можете решать, вы хотите звонить через СИП-телефонию или зачем-то, как обычно, номер набирателя использовать. Лично я у себя эту кнопку отключил. То есть, вы сами решаете. Настройках можно сказать, показывай или не показывай кнопку GSM. GSM — это обычный звонок, как обычный номер набиратель, вместо того, что традиционного. Зачем он нужен, не знаю. Если я в день и хочу позвонить, мне надо закрывать, открывать. Да, да. Ну, разве что так, да. Логично можно сказать, что можно и так. Да, то есть, вот, точно так же это вот контакты. Через нее переходим. Вот, история. Последние звонки. Из истории, вот, как видите, есть стрелочка, нажав на нее, можно посмотреть деталь, детализацию, то есть, сколько вы проговорили минут там, ну и так далее, да. То есть, а также занести его, этот номер себе, может быть, если номер набыл бы вручную, а вы потом решили сохранить его в адресную книгу, отсюда же прямо вы сохраняете в адресную книгу. Ну, то же самое, тоже деталька, как выглядит. А, и тут, как видите, вот рядом кассетка нарисованная, то, что данный разговор был записан, помечен. Вы можете его прослушать, сохранить, отправить, и так далее. Ну, так вот, меню избранного, вот так вот можно сделать, сохранить какие-то контакты в адресной книге, чтобы не искать в огромной вашей адресной книге какие-то основные контакты были под рукой. Ну, это именно само меню заполнения, как выглядит создание контакта, такого быстрого контакта. Вот, собственно говоря, это процесс пошел, мы звоним сейчас, вверху идет счетчик времени, у нас тут появляются кнопочки, кнопка большая, контакты, на которой написано, это мы можем создать конференц-связь. То есть, нажав на эту кнопочку, мы можем сюда добавить, либо переключиться, создать параллельный еще один звонок, повесить этот на hold, он будет в ожидании, либо объединить их в конференцию, эти, скажем так, звонки, то есть, создание конференц-связи. Кнопочка записи, это можно записывать разговор существующий, причем можно настроить, чтобы программа автоматически писала все разговоры. Ну, если вам зачем-то это нужно, у вас там преследуют террористы и все что угодно, вы можете включить, что любой нажатий на подъем трубки, у вас автоматически любой разговор записывается. Ну, как уже сказал, кнопочка hold, вызов клавиатуры, чтобы набрать вручную какой-то номер, и, как и традиционно, либо вывод на громкую связь, либо приглушение микрофона. Она не работает на сооружение... Что-что? Сооружение обычного звонка, наверное, интересно, в том плане, то его можно записать. Да, и это тоже можно... Если звонить просто, то его записать не нельзя. Ну, почему? Есть программы, которые пишут просто, скажем так, звуковые карточки на айфоне, звук. Ну, мы говорим, если все в одном, то это да, тут как бы все просто в одном месте собрано. Она, по-моему, плохо работает с гарнитурой. С гарнитурой? Она вообще не работает с ней? Нет, с гарнитурой, она не работает... как бы вот именно есть... Вот Skype не работает с некоторыми гарнитурами, он с некоторыми типами гарнитур не работает. С Bluetooth гарнитурой не работает. Да, с Bluetooth... Он не работает с Bluetooth гарнитурой, надо уточнить. С обычной гарнитурой он работает, с проводной. После семинара я могу продемонстрировать. Работает. С Bluetooth, в принципе, у него проблемы есть. Так, ну, вот это, собственно, то же самое. Тут очень показано, те же самые кнопочки нажаты. Это настройки пошли. То есть, тут мы заходим в настройки, показано, как нам настроить счет. Мы выбираем либо из списка, но так как тут вряд ли мы найдем нашего оператора, мы выбираем обычный SIP счет и сами вручную заводим логин, пароль и так далее. Если нужно дополнительные настройки, заходим в дополнительные настройки и уже тут решаем выбор кодеков и еще что-нибудь, что нам нужно. Кстати, вот очень важная вещь заменить перификс плюс на что-то. Как я уже сказал, не все работают через плюс семь. Кто-то через ноль-ноль, кто-то через ноль, кто-то через просто страна, там просто семь операторы. Это вот кто во что гораст, поэтому надо смотреть правила набора данного оператора и вот здесь это можно настроить. Это очень важно, не все звонилки позволяют настроить. Иногда бывает проблема как раз, где указываешь вот упор на программе ноль-ноль, а она автоматически тебя переводит в плюс. Вот это как бы есть такая проблема, за это я эту программу и люблю. То, что можно настроить так, как тебе надо. В том числе тут гибко можно настроить кодеки, как видите, да? То есть у него еще есть возможность настройки вот здесь вот 3G и Edge. То есть вы можете включить, либо выключить. То есть она у вас либо будет игнорировать возможность набора при 3G, ну что, предположим, экономить трафик или еще что-то такое в зависимости важной необходимости. Вот. И только при Wi-Fi будет работать. Либо вы разрешаете ей. Ну вот, собственно, это уже Nimbus пошел. Это уже Nimbus пошел. Ну, по этой программе что-то, может быть, еще вам рассказать? Я думаю, что все. То есть она детально, кому интересно, может меня на сайте прочитать об этой программе. Nimbus, он такой же простой, как и на Mac, да? То есть у него по большому счету ничего нет. У него есть только возможность позвонить и выбрать либо Nimbus, либо своего оператора. А? Да, бесплатный. И тоже совмещен с обычным, как говорится, мессенджером. То есть он удобный мессенджер, может тоже включать в себе там и Аську, и вернул Аську. Потому что Nimbus первые, когда были проблемы с ICQ, когда хотели делать платный, он первый, кто отказался официально, и недавно он вернулся, потом снова поддерживает ICQ. Он поддерживает Google Talk. Мы из него, опять же, обращаем на тот момент, что из него будет с чем-то уже хорош. Вы можете звонить в том числе и по Google Talk, то есть внутри гугловских аккаунтов. Соответственно, он поддерживает кучу мессенджеров. Тоже можно не так его чувствовать. И так его можно использовать. Это для тех, для кого, опять же, нет жестких требований к телефону, как средству какого-то производства или частого использования. То есть все, что нужно, это вот... Перед вами простая клавиатура. Вы один раз настроили оператора и просто забыли. Когда надо, запускаете клавиатуру, набираете номер либо выбираете его за арестной книги. И вперед поехал. Так. Это не все. Это не все. Есть еще программы, которые я бы назвал... А, кстати, теперь о монстрах. Как я уже говорил, я хвалил одного оператора, который мне очень нравится, который называется словом которого мне хочется произнести ну-нах. Вот. Ну-нох. У него программа, которая лучше ее не видеть. Но я вам ее покажу. Кого-то можно устроить. Страшна, как не знаю что. Вот так вот она выглядит. Да. Операторская программа. Ого! Во! Обратили внимание. Я поэтому и показал ее. Таких программок очень много. Я почему выделил именно ее? Потому что, во-первых, она операторская. То есть, если вы используете данного оператора, она вытремно скачивает, она есть у данного оператора под что угодно. Она написана и под Symbian, и под Android, и под Windows, и под это самое, ну, под Windows мобильный, и под iPhone, под все. Вот. Вы скачиваете и пользуетесь. И эта программа всего лишь для того, чтобы звонить и записать. То есть, ну, как бы основные функции. Но страшна. Если вас это не смущает, то... Скромна. Скромна, да. То есть, вот особенно заставочка меня убивает просто наглухо. То есть, вот даже чуть-чуть порисовать не могу. Мне кажется, они это сделали специально с каких-то панковских соображений. Потому что и сайт-то их, я сказал, тоже так вот очень странно нарисован. Но услуги... Услуги неплохие. Да. Да. Да, наверное. 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 А может, что этот не нужен. Опять же, это же не... Нет, не в этом даже дело, говорю. Это... Они же не маковская, как таковая. Да. Они же для всех. Да. А если взять многие программы под Windows, они еще страшнее это и выглядят. Поэтому, соответственно, не в этом дело то, что надо делать. Не в этом суть. Работает и ладно. То есть, я не мог ее не показать. Но, самым, говорится, основным шедевром, о котором хочу рассказать, просто какая же шедевра, она тоже очень спорная программа. Но она важна, может быть, для поездок, опять же, для лесов, для гор, помимо, как уже упомянутые услуги SMS-callback, то есть, возможность откуда-то из леса с помощью SMS-ки соединиться с каким-то там другой страной. Есть вот такая тоже волшебная программка, которая называется iFreach, или как тут мы долго попытались понять, как она называется. Что она умеет? Она умеет звонить почти без интернета. То есть, ей нужно совсем капельку интернета, да, но, предположим, вы находитесь, там где-то дорого или еще что-то. Она посылает всего лишь запрос на сервер с помощью, ей надо выйти по-любому, мало-майски, даже это будет какой-то вообще быть там, даже Edge, или может, вообще, GPS какой-нибудь, и хватит этого небольшого количества интернета, чтобы достучаться, отправить просто информацию к себе на сервер. Принцип то же самое, как мы видели уже у операторов. Есть два окошечка. В одном по умолчанию уже вбит ваш номер, то есть, ваш номер, который на вашем айфоне, у вас основной номер. В другом вы вбиваете просто тот номер, на который надо позвонить. Провайдерская программа? Это не провайдерская программа, это программа от российских тоже разработчиков. Она молодая до безобразия, она, по-моему, летняя. Она из бета вышла, по-моему, к осени, если не вру. Вот, я первый про нее писал, и, соответственно, я с ними тогда как раз очень много общался, очень много пенел за разные штуки, когда-то я расскажу. Но в целом она интересна именно тем, что практически без интернета, то есть, вариант именно смс колбека, есть возможность позвонить, настроив на любого оператора. Нет, вру, не на любого оператора, на ихнего оператора, столько, что обманул. На ихнего оператора. Да, получается, операторская программа. Тарифы у них как раз, я перейду к этому. То есть, что мы делаем? То есть, мы, как я уже сказал чуть раньше, заполняем два телефона, тот или другой. Нажимаем кнопочку позвонить. Она вас предупреждает, что она сейчас хочет выйти в интернет. То есть, согласны или нет, если вы по какой-то причине передумали, у вас возможность отказаться еще. Потом она сообщит, сколько будет стоить минута. Как видите, минута стоит не так мало. 1,4. Практически как Ростелеком, но не как, опять же, мобильный звонок в Америку. Потому что это у меня здесь был звонок в Испанию тогда. Ну, кстати, разницы большим между звонком в Испании и звуком в России почти нет. Это актуально, на самом деле, когда вы звоните за границу. С другой стороны, все равно это дешевле, чем мобильный звонок, даже, предположим, куда-либо, в любом случае дешевле. Но дороже, чем другие операторы, которые могли другие программы. Но у вас нет интернета, вы не можете на каком-нибудь gprs, который есть в лесу, там даже мэджи не ловится, позвонить по всевозможным другим более дешевым операторам. Поэтому мы набираем, он вас предупреждает о стоимости звонка и все. И, собственно говоря, разговор пошел. Дальше. Также вы можете позвонить на Skype. Тут вам даже не нужно особенно мучиться, все их шлюзы, у них свои шлюзы, вы просто вбиваете имя Skype, как говорится, выбираете, что это Skype, нажимаете тоже позвонить, и он соединяет вас со Skype пользователем. Так, это у нас информация о деньгах на вашем счету. То есть, можно запросить баланс, там есть кнопочка баланс, как видите, проверить баланс и пополнить баланс. Больше ничего нету настройки, проверить баланс, пополнить баланс. Ничего больше нету в программе. Узнаете, что у вас только это денег на счету, нажимаете кнопочку, что вы хотите пополнить баланс, тоже ничего нету, кроме поля для ввода данных, вводите туда сумму некую. И тут у нас, опять же, пошел та вещь, за которую я очень много их не хвалил. Из самой программы вы можете пополнить только все двумя способами. С сайта способов чуть больше, тоже там есть и PayPal и так далее, но здесь, как говорится, настолько граничный способ варианта пополнения из программы, что мне, честно говоря, пополнять ее из программы не хочется. С сайта, у них порядка десяти вариантов, но тоже, как и везде, если это PayPal, это минимум десятка, ну и так далее, тому подобное. Плюс у них еще очень по-хитрому. У них та комиссия, которая берет PayPal, они как-то по-хитрому распределяют при платеже, а в итоге она взваливается тоже на вас. То есть, соответственно, если вы берете на десятку у них услуг связи, то считайте, что у вас еще некая определенная комиссия свалится, которая берет PayPal, она возьмется тоже с вас же. То есть, чуть дороже. Это тоже надо учитывать, что это не очень гладко. Это настройка всего лишь извода вашего логина и пароля. Все. Чем эта программа, как я уже сказал, хороша? Ровно тем, что мы, вот она у меня есть на телефоне и есть. Деньги не сгорают, лежат себе, лежат. На тот случай, если где-то в лесу, мне нужно будет позвонить. Это не самый дешевый способ связи. Если я в Москве, я так или иначе лучше позвоню, найду где-нибудь Wi-Fi, или на худой конец, там у кого 3G, говорится, есть, то можно 3G, воспользуйся, если оно в Москве, это правда не очень, скажем так, дешевое, но все равно получится дешевле, то есть, и воспользуйся этим способом связи. Тут, потому что нам не важен ни трафик, никаким образом нас не волнует, никаким образом нас не волнует, собственно говоря, способ соединения, потому что каплю интернета вы давите с телефона почти везде сейчас можно, даже в глухом лесу. Она просто у нас есть. Точно так же, как находясь где-то в командировке, в роуминге, где, возможно, обычная связь будет показаться дорогой, и там мало ли тоже нет Wi-Fi, у нас есть возможность хотя бы таким хитрым способом, потому что мы опять же получим входящий звонок, если это не за границей, где в любом случае входящий звонок нас не порадует, то есть нас тогда она тоже не спасет. Вот. Таким вот образом. Ну, пожалуй, наверное... Что-что? Сип-кейли, Сип-кейли поддерживает СМС? Так. СМС нет, у них через СМС-ки нет, насколько я помню. Давайте посмотрим, чтобы не соврать, мы просто сейчас посмотрим. По-моему, нет. У них звонки. Давайте посмотрим. Насколько я помню, по-моему, нет. Нет, как... Только вот либо соединение с сайта, как звонить, либо программой. Ну, тоже как вариант, да. Нет, я вас порадую, есть у них. Есть у них. Только они вот так далеко спрятали. Оно бета, потому что вот почему. Они поэтому далеко его и спрятали, не вывели в меню. Есть. Да, это и есть. Это именно, когда вы отправляете СМС-кой, номер телефона, на котором надо позвонить, но заранее настроить его, да, и оно вас соединяет. То есть вы отправляете СМС-кой, вам поступает входящее звонок на нужный вам телефон, а в СМС-ке вы указываете номер, на котором надо позвонить. Ну, сейчас многие стали уже прикручивать это, но Сипнет, как ни странно, вот что-то до сих пор в бете, как я посмотрел это дело. Собственно говоря, наверное, все, если у вас есть вопросы. Нет, двойной это когда... Ну, тут даже двойной в любом случае. И в том числе, если вы с сайта тоже набираете два телефона, то есть если вы не используете программу для звонков, как таковую, когда вы просто там с айфон, или у вас просто прошит настройки оператора какой-то программы пользуетесь, или там с компьютера вы пользуетесь, просто звоните с программы, когда вы используете два телефона, то есть два приземляющих зоны у вас, две приземляющих зоны, соответственно, вы платите двум операторам. Ну, иногда это бывает важно, и опять же, как я уже сказал, это все равно получается дешевле. Если вам надо соединить, ну, предположим, престарелого родителя и ее престарелую родственницу в Германии, Вы работаете оператором, соединяя два телефона, вам все равно получится просто на несколько порядков дешевле, чем она просто бы так звонила. Для многих это действительно спасение. Многие пенсионеры, я просто сам знаю случаи, когда у человека, довольно-таки уже престарелый родитель уехал вместе с ним за границу, у него была именно проблема с общением. И человек буквально ожил, когда начал название к себе в Санкт-Петербург, из Испании, вот по такой связи, в принципе, это копейки. И это было действительно спасение, решение вопроса именно с ограничением, с речевым ограничением в данной стране для пенсионера, кому сложно уже адаптироваться. Ну, как и уехавший родственник, как я уже сказал, мало ли, там далеко уехавший, там, не знаю, там, сестра, там, мать, там, кто угодно. Есть вопросы? Если есть желание, можно подойти к этой программе, тут вот потрогать. Это просто ради спортивного интереса. Это внутренний. А, я же не включил, естественно. Не в сети, сейчас мы включим. Ну, это звонок по внутренней связи, я хотел вам сейчас продемонстрировать, как раз именно по, ну, бесплатно, так называемый звонок, когда мы звоним по СИП-номеру. Тоже на телефон, ну, по СИП-номеру. Ну, пожалуйста. Это Wi-Fi? Нет, это у него Wi-Fi. У этого, да, тоже Wi-Fi, соответственно, я могу ответить. Это бесплатный звонок по именно IP-телефонии. Ну, то есть, это, в принципе, можно сказать, что таким веселым способом можно и скайпом развлекаться, да, то есть, ну, как вариант, если говорить о том, что все в одном. Вот, а это софтфон тоже программа, да, на входящие звонки. Правило, наверное, это все то, что я хотел рассказать. Если у вас еще есть какие-то вопросы, можно, наверное, подойти. Почему нереально? Реально, просто, опять же, GSM, GSM была рознь. Вот, на некоторых... Ну, снижание позволяет. Да, да, то есть, ну, я говорю, что, опять же, где как? Я где-то пробовал еще терпимо, но в любом случае это можно назвать терпимо. Это нельзя назвать комфортно. Это будет и замирание, это будет и более сильное эхо. Кстати, вот тот же самый Сипнет раньше давал возможность саму настраивать варианты, а сейчас он эту возможность поставил. Дал тебе тарифный план, ты выбираешь тарифный план. Раньше он, когда ты звонил по Сипнету, он тебе предлагал выбрать для каждого звонка тот кодек, он тебе список выдавал, какой кодек будем использовать. И если, предположим, вы хотели использовать тот же самый 729-й кодек, а его просто нет у приземляющего, он говорил, извините, только такие. Если это есть в программе, просто мы же говорим о звонке с сайта, да, то есть если это есть в программе, как я уже сказал, вот этот же софтфон, ты можешь сразу настроить, какие кодеки тебе нужны при связи GSM, да, и при связи через Wi-Fi. То есть через GSM, то есть там я показывал уже настройка, да, есть два варианта. Ты заходишь, просто ставишь галочки, причем ты ставишь их именно в том порядке, чтобы он их перебирал. То есть первый, второй, третий, четвертый. Именно в этом порядке они будут искать, если такого кодека нет, он набирает следующий, следующий, следующий. Это самый наименее желательный, самый наименее желательный для вас кодек, он, соответственно, будет набирать в последнюю очередь. Я только не сделал скрин, к сожалению, это можно как бы подойти, я просто покажу там очень. Очень, вот это вот я говорю, эту программу я готов рекламировать, потому что она действительно очень удобная. Интересные наработки, если продаются шлюзы домашние, можно домашний шлюз звонить через городской. Если интернета домой, шлюзы звонят через городской. Ну, есть вообще куча оборудования, если об этом говорить, что есть просто куча оборудования для СИП-керепонии как таковой, позволяющий делать мини-АТСы, всевозможные станции, радиосвязь, все что угодно. То есть это очень много. Это есть и под Skype отдельный, целый набор оборудования, который только под Skype заточен. Вот, дорогая. Оно и экономит вам достаточно много всего. Со словами, если все это все экономит? Кому-то экономит, кому-то удобство, кому-то еще, ну, прежде всего, конечно, экономит. Прежде всего, экономит, потому что это в разы дешевле. Я вот таблицу показал, вы увидели эту разницу, да? Кстати, если кому нужно, таблицу можно отправить по e-mail, там просто ссылки на все эти ресурсы уже. Либо вы можете отправить. Да, спасибо большое. Спасибо вам, пожалуйста, конкретные вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok